Всем привет! В Кубке Английской Лиги и Кубке Испании состоялись некоторые матчи. Предлагаю вам их результаты. Давайте начнём с английского футбола. Тут прошли два полуфинала, в котором 9 января Манчестер Сити не без труда обыграл представителя чемпионшип Бристоль Сити 2-1. Забив решающий гол аж на второй компенсированной минуте, сделал это Агуэра. Напомню, что Манчестер не уступает никому с начала декабря в различных турнирах. На прошлой стадии Манчестер выбил Лестер, а Бристоль Манчестер Юнайтед. Но тем не менее, Бристоль уступил уже в четвёртой к ряду игре в различных турнирах. Челси и Арсенал так же, как и в чемпионате, сыграли в ничью. Но в ответ на игре Кубка кто-то же должен выиграть. Напомню, ровно неделю назад Арсенал сыграл с Челси в Премьер Лиге 2-2. Оба клуба давненько не выигрывали. Челси три матча назад, у команды собственно трёхматчевая ничейная серия. А у Арсенала за последние четыре игры три ничьи и фиаско. Ответ на игры пройдут 23 и 24 января. Теперь Бристоль примет Манчестер, а Арсенал – Челси. Финал Кубка запланирован на конец февраля и пройдёт он на Уэмбли. А теперь Кубок Испании 1-8 финала. 9 января Атлетик не заметил на своём пути Лейда, обыграв этот клуб по сумме двух игр. 7-0. Команда Симеона движется дальше. У неё трёхматчевая выигрышная серия в различных турнирах. Валенсия в первом матче сыграла с Лас-Пальмасом 1-1 и подарила этой команде надежду. Но её же и отобрала во второй игре. 4-0. Хитрик сделал Виета. Шестой к ряду матч уже не может выиграть Лас-Пальмас. И три матча Кубка состоялась 10 января. Леганес за счёт выездного гола прошёл в 1-4, 2-2. А жёлтая лодка оказалась на дне. Многие назвали это сенсацией. Но напомню, что Виллериал и Леганес находятся в первой десятке турнира от таблицы Ла Лиги на расстоянии всего лишь 4 очков друг от друга. Проходит в следующий раунд и Алавес. Из команды по сумме двух игр 5-1 обыграла Ферментеру из секунды Би. Напомню, Алавес аутсайдер Примеры. А Ферментера в 1-16 кубка выбила, напомню, Атлетик Бильбао. И вновь удивляет Реал. Команда не смогла выиграть на своём поле у Нуманси, сыграв вторым составом 2-2. Но тем не менее клуб прошёл дальше. Дубль в этой игре у Лукаса. За Нуманси дважды забил Гильермо. Напомню, что Реал в последнем туре чемпионата также сыграл 2-2 с Сельтой. Сама же Сельта 11 января сыграет с Барсой. В этот же день ожидается матч Леванто-Испаньола и Севильи с Кадисом. Предлагаю также узнать и результаты жеребьёвки 1-16 кубка Англии. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Услышимся в следующий раз. Пока!